Всем привет дорогие друзья, с вами Лекс и мы сегодня играем в такую игру, которую вы видите на экране сейчас, это South Park The Stick of Truth, то есть, что в русском языке означает, если вы знаете уже, South Park, это вы стопудово знаете, ребята, это всеми любимый мультсериал Южный Парк, который раньше шел на MTV, думаю, сейчас осталось у этого мультсериала поклонников и до сих пор он выходит, даже до сих пор, то есть, даже когда вы его смотрели 10 лет назад, он до сих пор, все еще выходит. Да, первые серии были довольно-таки смешные, если вы когда-либо видели первые серии, это не связано с теми первыми сезонами, которые выходили по South Park, это связано с тем, что придумали сами разработчики. А разработчики, как вы знаете, это два друга, вроде как, точно не помню, может быть даже брата, которые решили просто заняться анимированием каких-то смешных персонажей. И первая серия именно была про вот этих четырех друзей, хотя вместо, как вы знаете, Кенни умирает в каждой серии, хотя вместо Кенни в той серии умер именно Картман. Почему Картмана сделали, не знаю, но потом решили все-таки поменять, потому что Картмана сделали более таким своеобразным персонажем, а Кенни как раз-таки и после этого и умирал каждую серию, как это бы не было странно. А в первой серии они сражались со снеговиком, которого слепили, можете сами посмотреть, наберите ВКонтакте, либо где-то еще, где вы можете набрать первая серия South Park и все. То есть, это ваше дело, хотите посмотреть, смотрите, вот в общем-то в нее и играем, новая игра. Всегда держи пару эликсиров силы в запасе. Это нам вот этот, как его зовут-то, челомедведосвин. Вспомнил, ребят, говорит. Эпичность эпичности придает уже начало. Далеко к землях Зарана жители крепости губы сражались за свою жизнь. Ну, в общем, наверное, я не буду это читать, а сами посмотрите и поймете, в чем эпичность всей этой игры и сюжета. Эх. Великий магистр. Великий магистр. Ибо тот, в чьих руках палка судьбы будет управлять судьбой, в общем-то так. В общем, новичок, про которого говорил Картман, это и есть я. Картман здесь в роли волшебника представлен, то есть Мерлина, так скажем. Спрей? Что за спрей? В общем, давайте выберем тон кожи, но не слишком светлый, вот такой не нужен, наверное, и не слишком темный. Давайте вот такой выберем. Давайте. Так. Не знаю, не знаю, какого персонажа сделать, вот было много разных программ, в моё время, может быть, и сейчас есть, которые давали возможность создавать своего персонажа для Саус Парка. Не знаю, может быть, сейчас такие до сих пор остались, но мне так это всегда нравилось, вот эта тема. Кстати, заметьте рисовку какая здесь. Здесь рисовка нарисована, то что вот этот глаз нарисован по-обычному, и на него, получается, накладывается второй, левый глаз. Да. Не у каждого персонажа, на самом деле, замечал. А может быть, здесь можно будет поменять глаза, потому что не у всех такие глаза, к примеру, у китайцев или канадцев. Здесь абсолютно разные вообще виды рас. Раз. Нет, это мне не нравится, это прическа, как у сестры Кайла, если бы мне не изменяет память. Вроде бы Кайла, да. Не хочу длинную прическу, возьму какую-нибудь вот такую вот, чётенькую, чётенькую, ребят, прическу, и давайте дальше. И давайте, вот действительно, единственная нормальная прическа. Может быть, там ещё были, но мне больше всего это понравилось. Так, стиль одежды. Здесь, интересно, есть готический, наверное. Как вы помните, там и готы были, и все-все-все вообще персонажи, которых только возможно было придумать. За свою долго... живущую историю, долго существующую историю Саус Парка, они, наверное, столько уже там придумывали, что... и сам не сможешь такого придумать-то. Да, я возьму балахон, ребят, не хочу никаких кофт, ничего, не хочу вот именно балахон. Не знаю почему, но мне хочется балахончик, ребят. Здесь вторичное что-то. А, вторичный цвет одежды. Серый и чёрный. Всё отлично, просто даже менять не буду. Вперёд. Это можно сделать из своего персонажа урода, если вы захотите это сделать. Всякие веснушки, как помните, в одной серии Картман стал рыжим. Хотя его просто разукрасили, но он этого не знал. Вот, шрам. Шрам это будет эпично, конечно. Но не знаю, понравится ли это вам, но... Я, наверное, поставлю именно этот шрам. Или можно сделать толстый, как Картмана. Просто... Я не жирный, у меня просто кость широкая. Всё, вперёд, ребят, со шрамом. Мы с вами в прошлом воевали, и у нас остался боевой такой шрам на глазу. Всё, очки не надо, очки это для слабаков. Вот он, год, про которого я говорил, объект окружающего мира. Окружающего мира. Но, видите, мы не успели с вами ничего прочитать. Южный парк. Смотрим его промо-ролик, или как он называется-то. В общем, вступительный. Вступительная часть. Сразу могу рассказать, что здесь будет. Новая семья переехала в Саус-парк. И здесь я. Месяц со своей семьёй. Может, можете сам посмотреть. Это мои родители, если что. Видите, он специально... Мне показали, что он что-то говорит, чтобы не было голоса у моего персонажа. То есть, чтобы я не слышал, какая у него интонация, я помню. И прочее. Помнишь, почему мы переехали в эту маленькую маленькую городу? Люди поделали вид, что он ничего не помнит в прошлом. Это хорошо. Это хорошо. Он не помнит. Мы вообще классно сделали. Классно. Это идеально сделали, потому что не добавили персонажа голоса. Переходить, точнее, передвигаться на кнопках стандартных в ASD. Это красиво сделали. Я думал, что сделают... Ничего себе, сразу же можно кулаками махать. Ничего себе. Я думал, сделают так, что... Это как открывать-то? На пробел открывать объекты, инвентарь вклад. Здесь у нас ничего нету. Здесь ничего нету. Надо спуститься вниз. И там уже подружиться со своими новыми друзьями. Деньги, забрать всё. Бейбисбольная карточка. Так, со своими новыми друзьями. И извиняюсь сразу за то, что слышны всякие звуки посторонние. Они не должны быть слышны, но... Так получилось, ребят. Так получилось. Сейчас... О, ванной может зайти. Сейчас я уже сделать ничего не буду. Ничего сворачивать, ничего. В общем-то... Наверное, надо всё забирать, ребят. Потому что я не уверен в том, что у нас будет... Этот. Да ладно! Вы что, прикалываетесь? Вы это видите? Это просто наебичнейшая тема. А если я... Я хочу до конца нажимать. Да нажимать. Отлично! Мы сходили с вами в туалет. Да ладно! Её ещё и забрать можно. Жесть, ребят. Я уверен. Уверен, что нам это понадобится. Рано или поздно. Вы посмотрите, какая здесь графика! А такой графики в современных играх нету, ребят. Так, ладно, давайте выйдем. Дверь у нас... Сзади нас находится. То есть, сделали такую... Прикольную сценку. Локацию, так скажем. И давайте спустимся вниз, наконец-то. И начнём уже прохождение. И... Даже не прохождение, а обучение. Всего это парик. Хвостики. Так. Я всё это смогу использовать, я так понимаю. Перевод. Я рад, что есть сразу же перевод. Не люблю играть в игры, которые не переводят заранее. То есть, не переведены. Нажмите в шоу. Вот что. Так, жесть журнал. Выйди на улицу и подружи с какими-нибудь детьми. Новенькие в городе. Это активно. Вот это моя... Моё это... Здание. Ладно. Проспойлерю вам. И я сейчас пойду... Нашим сбегать. Ничего себе. Я сейчас пойду к этому. К моему новому другу. Ё-моё. Посмотри, даже залазить можно. Ого. Сундучок. Пойду к моему новому другу по имени... Баттерс. Баттерс. Я помог ему справиться с этим парнем. Шоу справиться с ним, я нажал на левую кнопку, если кто не понял. Моё имя Баттерс, я паладин. В общем, у них... У меня новый друг. Так, моя страница, да? Классно сделали, как и даже браузер настоящий. И так же социальная сеть. Нужно идти в зелёный дом. Новое сообщение от Баттерса. Мне вот интересно... Да, на ООО надо. Главное... Эй, ребята, с нами новенький играет, и он мой друг. Так что никто его не задирает. Ну да, все выслушают Баттерса, как обычно это было в мультике. Ну это, разумеется, сарказм, ребят. Если я могу открыть, здесь не закрыто. Давай-давай-давай. И смотрите, кто нас будет встречать, это сам... Волшебник, магистр, великий. Я великий магистр, а я новичок. Да, здравствуй, великий магистр. Если кто посмотрел... Может быть, вы даже не смотрели эти серии, то обязательно посмотрите про то, как... Про то, как они собирали... Собирали компанию, вот таких же... Не таких же, как по-другому сказать... Компанию Средиземья, не знаю... Этот колдун, и было еще как бы две коалиции разделено. И они собирались купить Xbox, либо PlayStation 4. Обязательно посмотрите, потому что эта серия... Эти серии очень классные, очень смешные. Наверное, одни из лучших серий, которые выходили за последние годы. Если вам нравится South Park, либо нравился когда-либо... Вам эти серии понравятся. Если вы даже смотрите это видео, либо играете в эту игру... То, ребят... Эта серия для вас. Мне надо было к оруженнику подойти. Зачем? К скарпуна. Мне кое-что тебе нужно. Можно пропускать вот такие ролики, но я не думаю, что стоит пропускать для начала. Наверное, это все обучение, это все... Всю тему не стоит пропускать. Я назовусь... Давайте лучше так. Нет, давайте Snorlax. Да, переводку. Нет. Так-то мой быть. Ох... Вот теперь у нас с вами сложный выбор, кого же выбрать. На самом деле я подхожу очень сильно либо для еврея... Ну, я для воров, скорее всего, подхожу больше, потому что евреи посмотрим, как люди. Нет, для еврея это очень не подхожу, а для воров, но я, скорее всего, выберу воина, потому что мне нравится. Это класс. Карты сделаны вообще тоже четко. Для этой игры я такого не ожидал. Давайте, я буду воином. Приветствуем тебя в нашем королевстве, воин, чьимо. Только я... Ничьмо. Возьмем оружие. Так. Клинок воина стоит 2 доллара 34 цента. Может быть, он мне бесплатно что-то даст. Не тратить деньги на подсказки и слухи. Да, надо купить оружие у Клайда. Так, оружие. Клинок воина. У меня было вроде 6 долларов. Вот. Вот хитрюга. То есть, то, что я нажал на... Так, как вводить-то? Нажал на то, что... Как это говорилось-то? Подсказки и слухи. И у меня это сыграло со мной плохую шутку. Хе. С меня своровали 2 доллара. То есть, он мне сделал... Дал подсказку. Не тратить деньги на подсказки и слухи. Ну что ж, давайте попробуем справиться с Клайдом. Я думал, будет классно то, что можно будет сражаться. Конкретно вот именно. Не по... Шаговое будет сражение. А вот именно вы берете и сражаетесь. То есть, можете ставить блоки, можете ставить это. Тоже думал, что будет 2D. Но нифига, ребят. А, видите, надо нажимать в то время, когда он... Когда светится меч. Отлично. А, два раза надо было ударить. Прикольно. О, хел, да, Клайд, ты б***ь. Хорошо, Клайд с армором. В order to hurt him, я хочу, чтобы вы ударить Клайд как hard as you can. Не, на самом деле, очень красиво сделано. Хорошо. Система атаки, по крайней мере, для воина. Потому что я смотрел мага, как он сражается. Мне не особо понравилось. Так, когда оружие светится, нажмите на правую, чтобы вывести мощную атаку. Так, чтобы поставить блок, нажми правую кнопку мыши, когда увидишь индикатор. Все понятно, ребят. То есть, когда он уже будет готовить атаковать. Классно. Блокировку уменьшает, но не устраняет полностью урон, как обычно это во всех играх и бывает. Героические способности. У меня есть 12 маны. Очки силы. Способности воина и накажи Клайда. Какие у меня есть способности. Рука приколадства. Избей врага, нанеся ей удар битой. С размаху, если бьем. Выполнили взяли мяч. Мяч? Мяч наносит урон еще одному врагу. А, мы бьем битой. Да. Вот так все это выглядит. Да, поздно я второй блок поставил. Я его уничтожил. Клайд повержен. А ведь я сегодня с первым же мячом смог добиться того, чтобы нанести, точнее, повергнуть его в шок. В общем, ладно. Тут-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. В чем-то оно мне напоминает Skyrim. Не знаю почему, вот, наверное, вся эта средневековая картина, не знаю. Вот она, палка истины. Но для Карпмана она кажется, в принципе, как для всех детей, она оказалась не только в мультипликации. Думаю, в детстве вы, например, представляли, что это листики, к примеру, это деньги или прочее, прочее, прочее. То есть там есть какая-то палка оружия. Ну, возможно, вы дофига таких мемов видели, не мемов, а картинок в интернете, то есть ВКонтакте. Много такого интересного всякого есть. Тревога, Баттерс кричит. Как выглядят эльфы, вот этого я-то и не знаю. Может, чем-нибудь взять, интересно? А если я палку судьбы заберу? Ага. А ее забрать-то и нельзя. Сража оборотом, держать обороту, оборону. А вот они и эти, и эльфы. Самое веселое, что вы будете прокачиваться. Прокачиваться и качать свой уровень. Нифига себе, у них два типа человека. Надо сначала... Целебный эликсир это чипсы. Так, надо сначала эльфийского стрелка убить, а потом уже убивать вот этого, если он мне даст это сделать. Потому что я не уверен, что... Что, у меня ход закончен, типа? Или нет, я не смогу сейчас привести отдать. Я забываю, что там два удара. Готово. Опа. Да. Не совсем отлично, на самом деле. Я бы мог быстрее, если бы сообразил. Опять и не сообразил. А если, я так понимаю, если ударить по шарику, то мы сможем убить. То мы сможем нанести сразу двоим персонажам уроков. Гол. Сразу всех оттем мы снесли стрелку. Лученьку. Мы прошли эту миссию. Лук отстойности. Так, у него есть деньги, целебный эликсир, грушечный грузовик и фигурка Терренса. Забрать все, ребят. Поможем Баттерсу справиться с этим... противным воином. Эльфом. Так. Отлично. Лук отстойности мы использовать уже не можем. Да ладно. А, у него уже была... Враги в позиции этого ответного удара могут отвечать на атаку, проведенную оружием ближним. Стрелы и способность. Так, у меня нет стрел. У меня есть лук отстойности, но я не видел, чтобы его можно было использовать. Мне показалось, что его нельзя использовать. А, это специально было так сделано. Убираем лучника. Он сразу, сразу сдался. Мы с вами просто... Изумительный. Другие вот этот... Пользуйтесь противник способности или атаку оружия ближнего боя. Давайте способность. Как ты сможешь ответить на это? Рукоприкладство. Пи-м. Гоу. Отличная работа, но я не ничмо. Я Снорлакс, либо Лекс. Эх, Картман, Картман, как ты меня огорчаешь. А, мы, кстати, можем проверить, что у него есть. Забрать. Так, взять и взять. Мне, думаю, фигурки Теренсен не особо-то нужен, но... Я все равно возьму. Так. Это самое главное элита. Элита эльфов. Довольно слабо, нехменно сломать обычными атаками. Так, блокируют несколько попаданий. Против них эффективны обычные атаки или способности на совершенно множество отдельных ударов. Множество отдельных ударов, как я знаю, у нас наносят... А, мы сразу его убили с одного удара. Три-вседва атаки у нас почему-то. Не знаю почему, на самом деле. Так, броня снижает урон. Мы наносим каждым попаданием. Против нее эффективны мощные атаки или способности, носящие один большой удар. Так, опять же, это, что ли? У него 25-й уровень, поэтому он намного сильнее, чем был этот эльф. Я его победил. Если это была мощная атака, то это самая слабая атака из всех мощных атак. Которые когда-либо были. Темные эльфы отступают. Мы победили с вами, ребята. Ты же ее защищал. Что он, интересно, ответит? Или ничего? Ты же, как раз. Ты здесь, как раз. Ты убил из космоса и времени. Что? Нет. Ты не можешь это сделать. Да, я не могу. Ты убил из космоса и потерялся время в космосе. Да. Давай, Клэд. Ты бороли с Рэвли на бассейне, Душбэг. Да, это Дука может быть Душбэг, но я точно не могу. Схудшись, Скотт, никто не обидел, что ты думаешь. В любом случае, у нас есть большая проблема. Душбэг был разрушен. И мы должны расширить всю нашу армию, чтобы ее вернуться. Но наши три лучшие воины все еще не опортировали за дуги, мой кейн. Наши новостные мемберы могут обучить это. Душбэг, я хочу тебя выйти в район и найти моих лучших воинов. Токент Вика и Крейга. Лучшие воины. Там очень полно эльфов и шестиклассников. В общем-то, наверное, на этом все, ребята. С вами был Лекс. Подписывайся на канал, ставьте лайки и смотрите от меня продолжение Южного Парка, как в старые добрые времена на MTV. Теперь только на моем канале. What the fuck? С Артеми. В общем-то, сейчас мы с вами прощаемся. Но в следующий раз мы с вами встретимся и пройдем. Дойдем до Твика, Токена и Крейга. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok